Всем привет! Меня зовут Скрэйч и сегодня я пройду Майнкрафт за бога обмана. Погнали! В общем-то, ребят, как вы уже поняли, сегодня я стану богом обмана и пройду за него Майнкрафт. Ну и, конечно же, я хочу вас поздравить с наступившим 2021 годом. И я надеюсь, что этот год будет очень крутой. Ну и первым делом, конечно же, я хочу отправиться в деревню, которая находится поблизости. Ну и для того, чтобы облутать кузницу. Ну а после этого я вам расскажу, как я планирую стать богом обмана. И также расскажу, какие способности я получу. И поверьте, ребят, их будет немало и они будут безумно крутые. Бог обмана как-никак. А вот как раз-таки и кузница, которая нам нужна. И я надеюсь, там будут крутые шмоточки. Здесь у нас железка, дофигища саженцев дуба, золотые слиточки, все забираем. Ну и также я хочу отправиться по-быстренькому в дом охотников на оборотни, для того, чтобы забрать там шмоточки. Только здесь воришки, блин, еще ходят. И, кстати, печки я бы тут тоже забрал. Забираем меч, лук, стрелы. Ну и, конечно же, кольчужную броню. Ну и давайте сразу же здесь добудем дерево, если меня не похитят. Хотя ладно, у нас есть серебряный меч, так что отобьемся. Добываем дерево. Переделываем его в доски и отправляемся к верстаку. Для того, чтобы скрафтить деревянную кирочку. Сразу заберем печки. Ну и, конечно же, заберем верстак. Теперь добудем немножечко булыжника. И, конечно же, скрафтим себе каменную кирочку. Далее, ребят, для того, чтобы нам стать богом обмана, нам необходимо найти заклинателя. Это тот человек, который сможет нам помочь. О, пшеничка, привет. Так, только где он может быть? И кажется, я его нашел в кузнице. Офигеть, чувак, что с твоими глазами? Почему ты так стрёмно выглядишь? И здесь какая-то книга. О, господи, у него костяные крылья. Ладно, давайте с ним поговорим. Здравствуй, путник. Я заклинатель, и я могу определить твое будущее. Я не хочу, я х... Ну, я хочу узнать будущее. Что же я вижу? Я вижу, что ты станешь богом. Подожди, это очень странно. Раньше я не видел подобного. Ты станешь богом обмана. Но как это возможно? Теперь я вижу, что им помогу стать я. Офигеть, и... И как же мне стать богом обмана? Я вижу ритуал, и я обязан его принести. Подожди, я запишу это в книгу. Готово. Теперь я точно знаю, что нужно. Осталось лишь твое согласие. Ну, конечно же, я согласен. Тогда принеси мне это и поскорее. Удачи, путник. И мы получили новое задание, которое называется бог обмана. И нам необходимо принести эндер-жемчуг, ведро лавы и также паучий глазик. В принципе, изи. Погнали в шахту. Добываем железо. Теперь добываем уголь. И, кстати, на меня напал паук, но, к сожалению, с него ничего не выпало. Хотя нам нужен паучий глазик. Теперь кидаем железко на переплавку. Уже переплавилось целых шесть кусочков, так что прямо сейчас, ребят, мы создаем с вами железную кирочку. Ну и, конечно же, не забываем про ведрышко. Нам все-таки нужно принести ведро лавы. Добываем печки. Добываем верстак. Ну и погнали искать пауков. И, кстати, на всякий случай, выебьем себе кремень. С этой жилой ничего не выпало, ладно, будем долбить отдельно. А вот как раз-таки и кремень, супер. Даже два штуки выбил и даже не заметил, капец. Далее нам необходимо убить одного эндермена и добыть один паучий глазик, окей. Так, ребят, хорошие новости. Я вижу свет, значит, здесь есть лава. Забираем. Теперь нам необходимо добыть паучий глазик. И, надеюсь, он выпадет, да, супер. Остался только эндер-жемчуг, окей. А вот и эндерменчик, надеюсь, с него все выпадет, потому что я хочу быстрее стать богом обмана и посмотреть свои способности. И, кстати, как хорошо, что на нас есть кольчужная броня, и она нас очень сильно спасает. А вот и эндер-жемчуг. И по факту мы полностью выполнили задание. Да, все, ребят, задание завершено. Бог обмана, погнали наверх. Итак, я наверху. Теперь отправляемся к нашему заклинателю для того, чтобы получить абсолютно все способности. И давайте сразу подготовим все, что нужно. И погнали забирать наши способности. Здравствуйте, заклинатель, я тут как бы за способностями пришел, а вот костюм Локи. Ю-мо-ю, снимаем нашу кольчужную броню, надеваем его и уже получаем некоторые способности. И также, ребят, у нас есть инъекция Локи, которую мы вкалываем. И у нас появляется дополнительная строчка ХП и еще несколько способностей. Окей, это круто, я вам скажу. Новогодние Локи, капец. Итак, ребят, давайте смотреть наши способности по очереди. Первая способность это лазер. Не знаю, зачем он нужен, но вот такой вот лазер у нас есть, которым мы можем стрелять довольно-таки часто. И, возможно, он даже мощный. Также, ребят, я заметил, что мы очень высоко прыгаем. И это тоже безумно круто. Кстати, я там вижу зомбачка, и на нем мы можем протестировать вот этот лазер. Ну и не только на зомбачке, но и на вот этой вот девушке. С четырех выстрелов я убиваю, и зомби я убиваю, получается, с пяти-шести. А если мы деремся рукой, паука мы убиваем с двух ударов. То есть у нас довольно-таки сильный урон. И, кстати, кольчужную броню я предлагаю выкинуть, нафиг она нам нужна. А вот шлем можно надеть. Следующая наша способность, как бога обмана, это телепорт. Да, ребята, мы можем телепортироваться без помощи эндер-жемчуга. Допустим, хочу на вон тот вот дом, почему бы и нет? Можно мне на дом? Э, немножко промазал. Но, в суть, вы поняли, в принципе, это работает. По крайней мере, на этот дом я точно могу залезть. А теперь, в принципе, и на тот. Супер! Далее, ребята, у нас есть две способности, которые связаны с одним и тем же. А именно с невидимостью. Да, ребят, и эту способность мы сможем использовать очень крутым способом. Скоро я вам покажу. Смотрите, первая способность у нас временная невидимость. Но она нужна, если нам очень быстро нужно где-то спрятаться. А следующая способность полноценная невидимость, которая никогда не закончится. И смотрите, ребят, знаете, в чем прикол этой способности? Допустим, как вы видите, на меня идут мобы. Прямо сейчас я становлюсь невидимым, они меня все равно видят. Но у меня есть способность, которая позволяет проходить сквозь стены. И вот, ребят, мы с вами спрятались в стене. Далее, если мы выйдем, эти мобы уже не будут нас видеть. Да, ребят, они нас не видят, и они на нас не агрятся. То есть при помощи невидимости, и после того, как мы войдем в стену, мобы перестают нас атаковать. Мне кажется, он видит меня, но не атакует, потому что не понимает, что я нахожусь именно здесь. Но, кстати, эта способность очень крутая. И пользоваться мы ей можем только, когда невидимые. Бог обмана. Офигеть. И, ребята, это, конечно же, тоже еще не все. Также мы можем создать своего клона. Вот клон, который выглядит точно как я. Это Локи-клон. Куда полетел, не понял? Так, я понял, он решил посражаться где-то под землей. А нет, вот он. А, он становится невидимым. Иногда проходит через стены и атакует скелетов. То есть это наш верный помощник. И это, кстати, безумно крутая способность. Мне это нравится. Получай, скелет. Как тебе мои способности? Я знаю, ты удивлен. Кстати, при помощи вот этой пикалки мы будем с вами разрешать кристаллы Энда. Или за нас это будет делать наш клон. Мы же все-таки бог обмана. Так, окей, отойдите, пожалуйста, девушка. Я не хочу, чтобы вы меня убивали. Я хочу кое-что другое сделать. Кстати, Киркой я убиваю ее довольно-таки долго. Ладно, ребят, погнали в шахту. Хорошие новости. Я нашел алмазы. Так что давайте их добудем. Надеюсь, там будет три штучки для того, чтобы мы создали с вами алмазную кирочку. И, кстати, ребят, как вы понимаете, когда я буду невидимым, Эндер Дракон меня не будет атаковать. Это безумно круто. Так, только не говорите, что здесь больше нет алмазов. Так, Лава, отступись. Давайте проверим повнимательнее. Может, мы что-то упустили. Не, не упустили. Ладно, погнали искать дальше. Кстати, ребят, я бегал по шахте и нашел заброшенный спавнер. Здесь всякая фигня. Так, зомбачок. Извините, пожалуйста, я как бы очень занят сейчас. Так что давайте до свидания. Так, здесь у нас тоже алмазов нет. И сундуков, соответственно, тоже. Окей. А вот, ребят, наконец-то и оставшиеся алмазы. Супер. Так что прямо сейчас ставим верстачок. Ну и, конечно же, крафтим себе алмазную кирочку. Ну а теперь погнали за обсидианом. Так, ребят, здесь я вижу дофига обсидиана. Так что давайте перекроем источничек воды. Так скажем, бабац. И добудем его. Так, вода. Здесь еще один источник. Капец. Все, теперь точно источников нет. Так, ну что ж, ребят, я добыл все, что мне нужно. Так что прямо сейчас мы, конечно же, с вами создаем портал в ад. Жалко, что бог обмана не умеет летать. Было бы круто. Бац-бац, и портал готов. Крафтим зажигалочку и, конечно же, поджигаем его. Погнали в ад. Ну что ж, ребят, я в аду, и теперь нам необходимо найти крепость. И знаете, что хорошо? Хорошо то, что мы умеем с вами телепортироваться. И это значительно облегчит нам поиски. Хочу вон туда. Ой, господи. А вот, все сработало. Ребят, своими супер телепортационными навыками я нашел крепость. Так что это безумно круто. Нам нужно теперь телепортироваться как-нибудь туда, осторожненько. Только есть проблема, немножечко не хватает нашего телепортационного охвата, так скажем. Для того, чтобы телепортироваться туда. А вот сейчас должно сработать. О, сработало, супер. Новое достижение. Чертоги страха. Ну а теперь нам необходимо найти ифритов. Господи, ты кто такой? Дядя коза. Шуарёш, айван, уйди. Я здесь, между прочим, ифритов ищу. И я их нашел. Здравствуйте, ифритики. И вас я буду убивать при помощи лазера. В принципе, почему бы и нет. Одна палочка у нас в кармане. А давайте протестим, как наш клон будет сражаться. Где мой клон? Вот он, клон. И он погнал сражаться с ифритом. Посмотрите, он становится невидимым, но он убивает его. А где палка, братан? Ты куда уехал? Эй, он меня бьет. Ты что меня бьешь? Ты был создан для другого. Ты был создан убивать ифритов, а не меня, блин. Так, ладно, еще одного клона создаем. Клон, сражайся. Ты где, братан? Что ты там делаешь? О, пошел бить их, молодец. Так, ладно, ребят, я добыл нужное количество стержней Энда, так что мы можем возвращаться домой. Ты что вернулся? Он меня хочет убить, ребята. Какого фига? Так, ребят, я вижу Эндермена, давайте его расфигачим. Да, я бы не убивал вот этими пульками, потому что он бы от них уворачивался. Это ж Эндермен, ё-моё. Ладно, как только я добуду нужное количество Эндр-жемчугов, мы продолжим. Ну что ж, ребят, прошло дофига времени и я добыл все, что нужно. Переделываем порошочки. Ну и погнали искать портал для того, чтобы расфигачить быстрее дракона. Оба, спасибо. Погнали. Так, ребят, только что Ока Эндра полетела вниз, я уже думал, нам придется отправляться в океан. И слава богу, это не так. И нам нужно копаться здесь, так что копаемся. Ну что ж, ребят, я наконец-то нашел крепость. И теперь нам необходимо найти портал. И, кстати, с мобами я могу драться только руками, потому что если я буду драться, допустим, луком, я не буду убивать их с двух ударов. То есть моя сила работает только тогда, когда в руке у меня рука. Как бы странно это ни звучало. Я чувствую, что портал близко, я чу... О, вот портал супер. Ведьма, господи, вы шо, вы шо, женщина такая странная. Разрушаем спавнер. А так, братишки, я стану невидимым, пожалуй. Закопаюсь в стену, чтоб вы меня потеряли. И выйду. Э, не понял. Чешуницы, вы чо настолько умные, что ли? А ну-ка, дрынь. И все, да, они меня больше не видят. И они просто исчезают, потому что им не на кого охотиться. Так, ладно, ребят, вставляем у коэндера в портал. Здесь довольно-таки много уже было. Выбрасываем две штучки и погнали в энд. Так, я в эндер мире, не знаю, что бы я делал, если бы я не был богом обмана, но сейчас я могу просто телепортироваться сюда. Это безумно круто. Теперь нам необходимо разрушать кристаллы. Главное, в них еще попасть. Да, я попал супер. И эта способность на них работает. А вот эту штуку я пробить смогу, интересно? По-моему, не пробивает. А если попасть через вот эту дырочку? О, по-моему, точно в цель летит. Нет, это не работает. Ладно, че-нибудь придумаем. По крайней мере, ребят, мы можем зафазироваться в стену и вот таким вот образом подняться. Правда, это очень опасно, потому что, я думаю, мы сами взорвемся. Хотя, давайте проверим, почему бы и нет. Нет, супер, все, ничего не взорвались. Отсюда мы можем разрушить основную часть кристаллов. Правда, дракон нас хочет убить. Ааа, куда? Слава богу, урон при падении не получаю. И разрушаем вот эти кристаллы. И также при помощи фазирования мы поднимаемся наверх, к нашему кристаллику. Просто, ребят, как будто на лифте. И я забыл, что дракон через стены может ползать. О, все, все нормально. Так, а мне далеко еще ползти, ребят, можете подсказать? А, все, приползли и здесь уже разрушено. Ладно, разрушаем кристаллы отсюда. Я обязательно попаду. О, попал. И остается последний кристалл. Давайте зафазируемся немножечко в стену. Все, все, мы разрушили все кристаллы. Это безумно круто. Спускаемся вниз, слава богу, урон при падении мы не получаем. И давайте проверим, насколько сильная эта штука. И, по-моему, она нифига не сильная. Да, дракону мы практически ничего не сносим, но он не может нормально двигаться, когда мы в него стреляем. Да, эндермены, вы достали меня. Да почему вы такие надоедливые? Так, дракон, ты не забывай, что у меня лук еще есть. Я как бы лучник от бога. Но это не точно. Прямо сейчас будем его бить и одновременно в него стрелять. И, кстати, как только дракон спустится, я предлагаю создать своего клона для того, чтобы он его расфигачил. Итак, дракон спускается, но ненадолго, я понял. Так, дракон спустился, ребят, так что телепортируемся под него. Он меня сразу откидывает. Да шо такой громкий, вот я теневого клона сделал своего. И мы вместе фигачим дракона. И мы практически его убили, кстати. Итак, дракон спускается, обстреливаем его, он не сможет долететь. Давай, дракон, такими темпами ты скоро погибнешь. И последний удар я нанесу рукой. Да, добиваем. И да, ребята, мы прошли Майнкрафт за бога обмана. И если вам понравился этот выпуск, то обязательно влепите лайк. И, конечно же, подпишитесь на мой канал. Ну а с вами был Скрэйч, невидимый бог обмана Скрэйч. Всем удачи и всем пока!